Тем временем в Карабуринском районе Таласка области приступили к идентификации животных. До начала этой кампании предварительно было проведено обучение ветеринаров по бирькованию животных. Для этих целей в трех районах раздали 24 тысячи бирок. Усен Кульбаев продолжит. Джандар Джулуев содержит на своем личном подворье 15 племенных коров молочного направления. Из них четверо буренок дают ежедневно по 80 литров молока. Как и все, он провел идентификацию животных. Это веление времени. Заводы-переработчики, прежде чем принять сырье, проверяют документы сдающего. Ведь потом они экспортируют продукцию. Казахстан и Россия не принимают молочную продукцию из Кыргызстана, если нет документов по идентификации. Всего в Таласской области содержат порядка 33 тысяч голов крупного рогатого скота молочного направления. По словам ветеринаров, идентификации подлежат телята с трехмесячного возраста. Нас обеспечили бирками, ноутбуками, смартфонами. Кроме того, в 2017 году поступила вакцина. Теперь надо только работать. Всех животных мы должны пробирковать в течение двух месяцев. В первую очередь подлежат идентификации телочки, потом бычки. Все специалисты, участвующие в важном мероприятии, прошли специальное обучение. Обучение прошли по проекту ПРООН. Среди них по два ветеринара из каждого аильного округа, три с каждого сельского ветеринарного пункта. Вся проведенная работа по идентификации животных сохраняется на специальном централизованном сервере. Таким образом, экспортировать мясную и молочную продукцию будет намного проще. И это одно из главных условий стран нового экономического объединения. Усен Кульбаев, Эльмира Сюйдбекова, Общественный Первый канал, Талаская область.